Коронавирус внес коррективы в работу каждой отрасли. Самое уязвимое поддерживает 143 указ президента, кому-то пришли на выручку профсоюзная касса взаимопомощи. Вопреки кризисным ожиданиям, воловой региональный продукт и объем промышленного производства в январе-апреле лишь на десятая доля процента отстают от уровня четырех месяцев прошлого года. В регионе есть предприятия, где минусы превратили в плюсы. Как живет могилевская промышленность в период закрытых границ, знает Андрей Шуляк. С могилевского предприятия улица отправляется очередная фура с готовой продукцией. Традиционно с марта по июль активный спрос на садовые качели и раскладные кровати. А как дела у заводчан сейчас? Как и все, столкнулись с определенными трудностями, но обеспечена полная загрузка производства под выполнение контрактных обязательств. Не остановились и в реализации инновационного проекта. Предприятия поддержали партнеры, когда в начале весны закрыли границы, а с ними и рынки, мебельные ритейлы, просчитали риски и решили накапливать продукцию, а значит покупать ее у таких предприятий, как Ольца. В этом году могилевчане начали реализацию очередного инновационного проекта. В конце апреля в цех поставили первые станки для производства мебели на металлическом каркасе. И в то же время такое серьезное направление мы модернизируем, как мебель медицинского назначения. Уже в 2021 году мы планируем к концу 2021 года выйти с ней на рынок. С увеличением объемов на работу требуется 90 швей. Средняя зарплата на предприятии продолжает расти и перешагнула рубеж в тысячу рублей. Частная компания Белэмса хорошо известна на рынке своими подгузниками и средствами гигиены. Когда эпидситуация в Беларуси ухудшилась, на предприятии за три недели переоснастили свои линии и стали делать медицинские маски. Задача ближайших недель – увеличить производство вдвое, при этом сократить сроки изготовления, улучшить качество и снизить цены. Для этого купили автоматизированную линию. Такая машина единственная в Европе. Инвестпроект стоимостью полтора миллиона долларов будет реализован в начале июня. Это оборудование – очень высокоскоростная машина и очень высококачественные маски можно выпускать на этой оборудовании. Полностью с резинками, с формой, идеально, прекрасная продукция будет. Увеличение объемов производства привело к созданию новых рабочих мест. На предприятии готовы обучить 70 человек, в том числе и для работы на этой линии. Уже на следующей неделе здесь начнут выпускать подгузники для взрослых. Большая часть продукции идет на экспорт. И, кстати, предприятия Могилевской области в первом квартале года продали на зарубежные рынки продукции на 460 миллионов долларов, что на 12% больше, чем ровно год назад, но уже в апреле рост замедлился. В данной ситуации, конечно, предприятия переориентируются. Основной упор вот в этот период мы делали на внутренний рынок и насыщение внутреннего рынка. Ну а те предприятия, которые были завязаны на экспорт, конечно, в это время искали новые контракты и пытались договариваться со своими контрагентами. Восстановление экономики региона будет зависеть от того, как быстро зарубежные партнеры наладят свое производство и продажи. 82 страны, с которыми у нас налажены внешнеэкономические связи, заинтересованы в продолжении совместной работы. Продолжение следует...